Ливан получил от Интерпола запрос об аресте экс-главы Ниссан Карлоса Гона, сбежавшего из Японии. Об этом сообщают СМИ и по их данным власти пока не приняли никаких решений. Тем временем сам Карлос Гон сообщил, что организовал свой побег из Токио самостоятельно. 11 друзей Карлоса Гона. Как пишет Wall Street Journal, побег из-под домашнего ареста в Японии, экс-главы Ниссан готовился несколько месяцев. Одну из ключевых ролей могла сыграть его жена. И были завербованы охранники, которые под видом музыкантов вынесли бизнесмена в чехле от инструмента и на частном самолете отправили в Ливан через Турцию. В Стамбуле уже задержано несколько подозреваемых, в том числе четверо пилотов. О версиях последней аферы прошлого года Вера Сапрыкина. СМИ пытаются представить одного из крупнейших бизнесменов мира в чехле из-под музыкального инструмента. Охранники с частной компанией под видом музыкантов получили от полиции разрешение на то, чтобы поздравить бизнесмена с Новым годом. Зашли в дом и вынесли Карлоса Гона. Эту версию озвучил ливанский канал МТВ еще в новогоднюю ночь. Многие сразу представили себе футляр от контрабаса, как в приключениях капитана Врунгеля, когда контрабадисты вывозили статую Венера Милосской. Кстати, Карлос Гонн лишь на несколько сантиметров выше античной фигуры. Его рост 1,67 м. Жена экс-главы Ниссан Кэрол Гонн в интервью Рейтер назвала историю с чехлом выдумкой. На вопросы о деталях операции и своей роли в ней не ответила. Кэрол и Карлос давно живут отдельно и за 13 месяцев следствия виделись лишь дважды. С ноября 2018-го, когда Гона и его ближайшего соратника, топ-менеджера Ниссан Грэга Келли, впервые задержали за нецелевое использование денег компании, Карлоса Гона четырежды арестовывали, а потом отправляли под домашний арест. На дни только залоги семья экс-главы автоконцерна потратила около 20 миллионов долларов. За неделю до побега Кэрол позволили позвонить мужу по видеосвязи. Они говорили более часа, содержание разговора неизвестно. По версии французской газеты Le Monde, жена бизнесмена организовала побег с помощью своих братьев и их контактов в Турции. В ночь на понедельник его вывезли из дома в небольшой аэропорт под Осакой. Потом частным рейсом он отправился в Стамбул для дозаправки и оттуда в Ливанский Бейрут. Как он мог остаться незамеченным, комментирует турецкий политолог Таргул Исмаил. Официально Анатолийское агентство прошло информацию о том, что задержаны 4 человека и руководитель одной частной компании, 2 наземных работника для порта и еще один представитель частной фирмы по карго. Пока идет расследование, насколько они замешаны в этом, сказать очень сложно. По прессе версии он использовал не настоящие документы. Из-за того, что он не выходил из международной зоны, турецкие власти не могли догадаться, кто есть кто. Побед Гоны стал неожиданностью даже для его адвокатов. У бизнесмена три гражданства – ливанское, французское и бразильское. И все три паспорта находились на руках юристов. Источник газеты «Аль-Ахбар в МИД» сообщает, что ливанскую границу он пересек по французскому паспорту. На Гоны работал один из самых знаменитых адвокатов Японии – Джунитиро Хиронаки. Во время пресс-подхода он через СМИ обратился к бизнесмену. «Как вы могли так с нами поступить?» О своем прибытии в Бейрут Карлос Гон сообщил в письме в редакцию Reuters. Он заявил, что был в заложниках у несправедливой судебной системы Японии. По условиям домашнего ареста он не мог пользоваться интернетом, общаться со СМИ и отсутствовать дома больше двух дней. Он не носил электронный браслет. За ним постоянно следила полиция, а камера на входной двери фиксировала все выходы и возвращения. Сейчас в его доме проходят обыски. Против Гоны заведено четыре уголовных дела. Ущерб от его действий оценивается в десятки миллионов долларов. Но реальный срок он мог и не получить. Судебная система Японии часто берет преступников измором, а потом дает им условные сроки, говорит корреспондент Deutsche Welle Моника Джонс. В Японии очень низкий уровень преступности. Возможно, это не только из-за высокого уровня жизни. Возможно, люди просто боятся быть арестованными. Напомним, что Гон был задержан в ноябре 2018-го, а предстать перед судом должен был в апреле 2020-го. Это слишком долго. Японская судебная система ориентирована на допрос. Они пытаются добиться признания вины, и все это время они держат людей заперти так долго, сколько им якобы нужно. Например, за магазинную кражу они могут держать подозреваемого до 23 дней. Только представьте. И когда Гон говорит, что это несправедливая система, он может иметь в виду именно долгий срок заключения. Вот его точка зрения. В Ливане Карлос Гонн – национальный герой. Его изображение даже печатали на почтовых марках. На фоне таинственной истории его побега у него появились поклонники по всему миру. Глава Тесла Илон Маск написал в своем твиттере «Карлос Гонн». Или «Карлос ушел». Кажется, из-за этого мог бы выйти сюжет неплохого боевика. Осталось только дождаться подробностей. Пресс-конференция Гона в Бейруте назначена на 8 января. По данным Рейтера, власти Ливана получили ордер, выданный Интерполом на арест бывшего главы Рено-Ниссан Митсубиси Карлоса Гона. Но в правительстве Ливана пока не могут сказать, будут ли предпринимать какие-либо действия. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 -"ЛЬНАЯ 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 ЗАСТАВКА Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»